В эфире новости 24 в студии Зухральева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Споры за лес. В Верховном суде России будут рассматривать дело о лесном фонде Бороздинского лесничества в Шелковском районе Чечни. Служу России. В стране начался осенний призыв о том, как проходит призывная кампания в Дербенте через несколько минут. Борьба за титул чемпиона. В Махачкале стартовал пятый розыгрыш чемпионата Шамильского района по футболу. Казалось бы, вопрос о границах Чечни и Дагестана уже решен, однако стало известно о новом споре, который рассмотрит Верховный суд России. Об этом сообщает агентство ИТАРТАС со ссылкой на Верховный суд России. Комитет по лесному хозяйству Дагестана ранее подал иск в суд, чтобы земли лесного фонда Бороздинского участкового лесничества, расположенные в Шелковском районе Чечни, исключили из чеченского лесничества. Согласно генплану Кизляра, пять лет назад их включили в границы города. Ранее дело было рассмотрено Верховным суде Дагестана. Судей не удовлетворили и с комитетом, и теперь возник очередной спор по этому поводу. ИСЦИ подали апелляционную жалобу Верховный суд России. В стране начался осенний призыв. До Нового года ряды вооруженных сил должны пополнить чуть более 130 тысяч новобранцев. Дербент не стал исключением. В этом году около 300 новобранцев из Дербента, Дагестанских огней и Дербентского района пополнят ряды вооруженных сил. 1 октября будущие защитники Отечества прибыли в военный комиссариат для прохождения призывной комиссии. В первую очередь на службу отправятся граждане 1992-2001 годов рождения и лица, которые прошли обучение в автошколе ДСАФ и имеют водительское удостоверение категории С. Также есть ряд нововведений. Так, впервые россияне, имеющие право на отсрочку, могут отказаться от нее и пойти в армию. В Махачкаре реконструируют парк 50-летия октября. Центральную часть парка частично отремонтировали в прошлом году. Об этом будет приведена в порядок входная группа, заменено плиточное покрытие, установят лавочки и фонари, а также будет отремонтирован фонтан. Отметим, работы проводятся в рамках реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды. В Дагестане сортовала всероссийская тренировка по гражданской обороне. Основная цель мероприятия – это проверка готовности сотрудников МЧС к практическим действиям в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В ходе первого этапа тренировки уже отработан порядок оповещения населения, а также развернута система управления на всех уровнях. Тренировка будет проходить в течение двух дней и завершится в канун Дня гражданской обороны, который отмечается 4 октября. Около 700 воспитанников детских садов столицы приняли участие в 20-й юбилейной спортивной олимпиаде «Олимпийские надежды». Уникальное спортивное мероприятие проводится с 1999 года. Ежегодно в нем принимают участие 65 детских садов. В связи с юбилейной датой впервые в программу олимпиады включена сдача детьми 6-летнего возраста нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Детская олимпиада – ежегодное традиционное мероприятие администрации. 20-й раз сегодня мы уже проводим этот праздник и в этом году мы изменили сам формат. Если раньше проводилось мероприятие отдельно в детских садах, сегодня и Ленинский, и Кировский, и Советский район – все мы вместе проводим одно общее дело. Два поколения спортсменов поднимают флаг олимпийских игр. Бег на 30 метров, еще метание в цель. Мы благодарные судьи и городской комитет тоже, поэтому дети всегда уходят с призами. И если они получают еще какие-то призы, то есть места, то они, естественно, получают еще больше призов. Поэтому и вообще для них праздник. А у маленьких подопечных дома интерната «Забота» появился новый парк. Первым потеплением еще в начале апреля руководство МВД Республики организовало масштабную работу по созданию благоустроенного уголка, где дети с ограниченными возможностями могли бы проводить время с удовольствием. Так, на месте расчищенного пустыря появилась пятиуровневая терраса, на которой сотрудники МВД Дагестана высадили 250 саженцев разных деревьев. Искренне хотелось, чтобы на территории благородного учебного заведения было место для того, чтобы вы могли здесь отдыхать. Вот совершенно преобразилось. Я вот помню, когда мы только начинали и задумали это делать. И то, что сейчас это совершенно другое место. Я думаю, года через два-три здесь вообще будут приезжать и завидовать вам, что у вас есть такой уголок. Помимо прочего, на территории интерната сооружена прогулочная площадка, проложены тропинки и установлены фонарные столбы и скамейки. Украшением парка стал фонтан, который и был открыт накануне в торжественной обстановке. И о спорте. В Махачкале стартовал пятый розыгрыш чемпионата Шамильского района по футболу. В спор за награды вступили 16 лучших команд муниципалитета. Турнир открывало яркое противостояние сборных Цикуба и Кахиба. Подробнее о центральном матче тура и о чемпионате в целом узнаем в материале нашего спортивного корреспондента Курбана Рагимова. Вратарские сейвы, взаимные атаки и обилие единоборств. Матч открытия Цикуб против Кахиба полностью оправдал свой статус. Действующие чемпионы лиги с первых секунд принялись за защиту титула. К середине тайма желтые уже вели со счетом 3-0. Но подарить очки принципиальным соперникам так просто кахибцы не могли. Они собрались и нашли в себе силы сократить отставание. После перерыва счет матча даже сравнялся. Однако Цикуб усилями своей главной ударной силы Истрапила Абдулаева вновь вырвался вперед. Чтобы сравнять счет у Кахиба не хватило ни сил, ни времени. Не все готовы, поэтому слишком быстро начали бегать. И они тоже бегали, устали. Чуть сил не хватило. А потом откуда появились силы? Перерыв был. Чуть отдохнули, собрались тоже мыслями и дожали все-таки эту игру. В прошлом году стали чемпионами и сейчас тоже планируем стать чемпионами. Потому что в Шамильском районе еще никто два раза кубок не брал, поэтому на задача стоит еще раз кубок взять. В такой же острой и конкурентной борьбе проходят почти все игры первого круга. Опасные моменты и голы сопровождаются бурными овациями. Поддержать команды пришли сотни болельщиков. К организации турнира здесь подошли со всей ответственностью. Команд «Единая форма» матчи транслируют в прямом эфире, обслуживают встречи судьи республиканской категории. В этом году у нас в премьер-лиге участвуют 16 команд, а в первой лиге участвуют 11 команд. В принципе, как и в прошлом году. Конечно, хочется куда-то расти, но с первым делом, я думаю, нужно оказать организацию. Если есть организация в хорошем уровне, то и команда тоже у нас будет расти. В этом году у нас чемпионат Шамильского района по мини-футболу приурочен в память имама Шамиля. И поэтому очень постараемся провести данный чемпионат на достойном уровне, какой был достойный имам Шамиль. На открытии организаторы и гости напомнили футболистам о личности имама Шамиля и о роли великого ученого и полководца в истории страны гор. Чемпионат Шамильского района проводят уже пятый год подряд. За это время турнир стал не только спортивным праздником, но и удобной площадкой для знакомства и сплочения выходцев из разных сел. Когда мы только это все начинали, 3-4 года назад, бывали стычки, бывали драки, бывали нехорошие такие моменты, но с каждым годом это все закончилось. Можно сказать, практически грубых отношений не осталось, чисто игровые отношения. И молодежь уже поняли, что это не победа главная, а именно отношения, между братские отношения, между селами, между молодежью. Матчи чемпионата будут проходить регулярно по воскресеньям. Команды сыграют по круговой системе. Тройка призеров определится весной следующего года. Курбан Рагимов, Салман Гетихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. 5 миллионов плюс новенькая Тойота Камри за победу. Такую солидную премию получил дагестанец Муслим Гаджи Магомедов за победу на чемпионате мира. Честование медалистов накануне провела Федерация бокса России. Напомним, что на главном турнире сезона в Екатеринбурге российские боксеры выиграли 3 золота и бронзу. Денежного сертификата на миллион рублей также удостоился наставник нашего спортсмена, тренера столичной академии бокса Султана Ибрагимова Рашидбек Ахмедов. Это все к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин